Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Говорим сегодня о исцелении, о том, как избавиться от негативных переживаний. Каждый человек в жизни проходит через странные ситуации, когда что-то плохое влияет на него, и это оставляет неизгладимый след. То есть, что такое след? Да, это вот эта память, даже скорее сказать, это рисунок, который написан в вашем уме какими-то негативными событиями. Это могут быть травмы, болезненные ощущения, болезненные эмоции. Все это записывается во всех самых маленьких подробностях. То есть, если, например, вы ударились головой, упали, потеряли сознание, то все, что происходит в этом бессознательном состоянии, оно никуда не исчезает, оно записывается и потом влияет на вас, если что-то напоминает. Например, вы ударились головой, упали, и другой человек сказал о том, что все, он, наверное, мертв, у него все пропало, да, с ним покончено. И вот, например, если вы услышите эту же фразу, кто-то ее скажет вам в обычном даже состоянии, когда вы, может быть, немножко устали или там разбалансированы, вот эта фраза запустит этот механизм, у вас начнет болеть голова, вы начнете как-то чувствовать все, что все пропало, то есть, что состояние ухудшилось. Вот, и это то, что влияет на нас. Вот эти вот записи, они не просто часть нашего ума, они часть нашего бессознательного ума. И чем больше у нас такого бессознательного ума, тем проще на нас воздействовать. То есть, воздействие каким образом оказывается? Тем, что мы не знаем, что с нами происходило, откуда это все идет, как это все с нами произошло. И мы, можно сказать, как слепой котенок мечемся и не думаем, что сделать, как сделать, почему сделать. И происходят вот такие вот самые нелицеприятные вещи. Получается, избавление от этого происходит за счет того, что мы возвращаемся в эти инциденты прошлого и перепроживаем этот негативный заряд. И, соответственно, это состояние исцеляется. То есть, перепроживание что это? Это когда вы двигаетесь туда и полностью со всеми эмоциями, со всеми ощущениями проживаете, что с вами произошло. Во всех мельчайших подробностях. То есть, вот говорят, что нельзя, да, вроде бы вспомнить то, что было с человеком без сознания. Но на самом деле это можно не то, чтобы даже вспомнить, а двинуться туда и воспроизвести это с полными восприятиями. То есть, все полностью, как есть, с самых мельчайших подробностей. И даже это можно сделать без гипноза, без какого-то внушения. То есть, когда вы двигаетесь, вы полностью осознаете, что с вами происходит. То есть, вы с помощью сознания исцеляете свое подсознание. Вот таким вот образом и происходит процессинг. То есть, процессинг это та практика, которая позволяет человеку без всяких гипнозов, без всяких там манипуляций над сознанием двинуться глубже внутрь себя и найти, что же с ним произошло, почему это произошло и как это произошло. И в этот момент наблюдается чудесное исцеление. То есть, человек начинает чувствовать вновь состояние бодрости, осознанности, счастья. И все плохое, то, что было с ним, оно прекращает свое действие. И так можно убирать различные случаи. То есть, это не какой-то один случай, да. Таким образом, мы можем убирать различные случаи, которые есть у человека в прошлом. Также можно контактировать и с коллективным бессознательным, и с родовыми травмами. То есть, все это доступно. Оно доступно в едином поле, которое есть вокруг нас. То есть, это не просто даже уже личная история. Это история всех нас, как существ, как духовных существ. И, соответственно, когда мы производим это исцеление, то эта история выправляется. Даже не история, я бы сказал, это такой след, который есть у нас в пространстве, да. И мы этот след можем исправить. То есть, и это исправление влияет не только на нас, одного, каждого из нас, но и на всех в целом. То есть, что это значит? Что каждый человек взаимосвязан, каждое духовное существо взаимосвязано с друг другом. Когда мы исправляем что-то, казалось бы, у себя в пространстве, это влияет и на всех других. В пространство времени. И, соответственно, это происходит исцеление. Поэтому мы можем, вот даже вот так можно сказать, точечно воздействовать, производить огромное исцеление. А представляете, что будет, если так будет воздействовать не один человек производить исцеление, а множество людей. То есть, один, второй, третий, четвертый, пятый. И так мы все возьмемся и начнем производить это исцеление и строить такую новую цивилизацию, которая основана на гармонии, радости и счастье. И, конечно же, я для этого и создал проект Академии Счастья, чтобы каждый человек мог духовно исцелиться и стать осознанным, свободным, счастливым существом. Поэтому, друзья, каждый из вас может это сделать. Самое главное – это ваше намерение, ваша уверенность. И я просто хотел в этом видео передать, что исцеление возможно. Потому что многие считают, что это невозможно, что с этим ничего не поделаешь, мы многое перепробовали. Если вы хотите, если вы берете ответственность за это, то исцеление обязательно произойдет. И я могу сказать, что я знаю, уверен в этом. То есть, я могу гарантировать, что при соблюдении технологии, при вашем намерении произойдет исцеление. Давайте посмотрим, как это работает на процессе практики, которую мы делаем ежедневно в видео. И такая небольшая практика поможет вам понять, как работает процесс исцеления. И вы сможете гораздо лучше в этом разобраться. Смотрите, давайте сядьте в удобном месте. Или лягте, если вам так удобнее. Закройте глаза и создайте пространство для сессий. И потом, когда в этом пространстве вы создали это пространство, почувствуйте себя, как сознание в этом пространстве. Потом ощутите себя, как тело в этом пространстве. И дальше, когда вы будете двигаться все глубже и глубже, посмотрите, в этом пространстве есть ли какие-то негативные ощущения. Эмоции, боли, бессознательность. Что-то, что влияет на вас. Когда вы это почувствовали, посмотрите, откуда это проистекает. Из каких случаев в прошлом, в настоящем, в будущем. Да, такое тоже возможно, беспокойство о будущем. Но все равно, как бы, да, это все завязано вот на этой линейке. Вот, все мы это чувствуем в настоящем времени. Вот, посмотрите, откуда это идет. И двигайтесь в этот случай своим сознанием. И перепроживите его. Перепроживите, вот как будто вы это смотрите кино по новой. Один раз перепроживите, второй раз, третий. С полными восприятиями, да. То есть, столько, сколько необходимо, чтобы вы смогли исцелиться. Чтобы вы могли почувствовать, опа, это произошло. Чудесное исцеление свершилось. Вот. То есть, это может быть не один, даже два-три раза. Может быть, больше раз. Но вы должны дойти до такого момента, когда вы почувствуете, что здесь больше ничего нет. То есть, наблюдайте за этим, перепроживайте это. То есть, с помощью сознания двигайтесь под сознание. И перепроживайте эти случаи. Если, допустим, что-то, да, вы перепрожили несколько раз и чувствуете, что где-то еще глубже есть заряд, двигайтесь к более раннему подобному случаю. Вот таким образом вы можете исцелять, доходя до начала, до истока, откуда это все произошло. Потому что под каждым случаем может лежать что-то еще более раннее подобное. И наша цель это исцелить до конца. То есть, до самого, скажем так, истока, откуда это все произошло. Когда вы дойдете до истока, до первого случая, который вы можете найти на этой цепочке, то перепроживайте его один, два, три, четыре, пять раз, пока вы не почувствуете полное исцеление. Вот когда вы почувствовали, что все, тут больше ничего нет, это и есть окончание работы с этим случаем, с этим негативным ощущением. Вот таким образом происходит проработка. И, конечно же, вы можете проработать за одну сессию несколько каких-то ощущений. Но если, допустим, вы почувствовали, что одно до конца проработали, этого достаточно, вы на этом можете закончить сессию, да, и просто повторить ее через какое-то время, например, на следующий день. То есть, очень важно, это ежедневная практика, то есть, ежедневные сессии. Не просто какая-то одна сессия, да, там вы сделали и забыли. Нет, ежедневные сессии, они очень хорошо помогают. И также, когда я провожу сессии своим клиентом, то я рекомендую делать это интенсивами, да, то есть, мы сделали интенсив, к примеру, неделю ежедневных сессий, и человек получил огромную проработку, то есть, исцеление, и у него улучшилось состояние. Вот, потом мы делаем перерывчик и еще делаем такой интенсив. Вот таким образом происходит проработка. То есть, это очень важно, и что еще хочу сказать, что в таком интенсиве вы получаете максимальные достижения. Поэтому ежедневная практика – это именно то, что дает максимальный эффект. То, что дает нам максимальную проработку, и то, что нам помогает в улучшении сознания. Если что-то не получается по практике, вы можете всегда написать мне в личные сообщения. Мои контакты указаны под этим видео. Вот, и мы сделаем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее, как можно это все улучшить и исправить. Вот, и, конечно же, добавляйтесь в друзья в соцсетях. Я открыт к общению. Если это видео вам полезно, понравилось, ставьте отметку «Нравится» – это палец вверх, колокольчик для напоминания новых видео. И также, конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь подписчиком. И поделитесь этим видео с пятью вашими друзьями в любой соцсети, которая вам больше всего подходит. Также в описании книги, в описании моей книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Там я описываю о том, как можно лучше, как можно улучшать свое состояние, да, и «Полное исцеление» и «Миры вечного познания» – это создание Вселенных, о том, как вы можете быть творцом Вселенных. Вот, поэтому рекомендую прочтение, пишите свои комментарии, будет очень интересно для меня, да. Можете писать комментарии под видео или там под книгой, вот, как вам удобнее, да. И, конечно же, пишите мне, то есть мне будет ваша обратная связь очень важна, потому что это очень ценный источник информации. Вы можете задавать темы, которые мы будем дальше, ну, которые я буду дальше освещать в следующих видео, которые вам интересны, так что пишите их в комментариях или мне в личные сообщения, как вам будет удобнее. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, мой проект и канал «Академия счастья». И сейчас на экране у вас появятся несколько видео, да, вот они уже появились. Это те видео о процессинге, то есть как исцелиться от негативного заряда и как изменить судьбу. Также подписка на мой канал и мой сайт, где вы можете узнать больше информации обо мне и о процессинге счастья. На сегодня мы будем заканчивать, друзья. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. И всего вам доброго. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok